Время здесь, кажется, остановилось. Окна заколочены, в 90-е это был склад, двери наглухо закрыты, ресторан не работает почти 30 лет. Но история возвращается. Повернуть время вспять и вернуть былую роскошь легендарной золотой колосни, когда главный ресторан ВДНХ в ближайшем будущем сможет вновь открыть свои двери, но уже в историческом виде, после масштабной реставрации. Здесь бывали знаменитости и политики. Ричард Никсон, Фидель Кастро, Юрий Гагарин. Меню было на четырех языках. Английском, немецком, китайском. А ведь он неплохо сохранился. Легендарный ресторан, где в разные годы бывали Никсон, Гагарин и Кастро. Меню печатали сразу на четырех языках. Русском, китайском, английском и немецком. Такое впечатление, что меню писал Гелеровский. Потому что там и стерлядь, и карп, и рябчики, и куропатки. И вот такие холодные, горячие закуски. Здесь можно было увидеть в меню стерлядь, рябчиков, щуху. Здесь был свой набор вин. То есть была своя коллекция, где было шампанское, коньяки, горькие и сладкие настойки. Первым делом в порядок приведут фасад. Памятник культурного наследия федерального значения. Только потом займутся внутренними помещениями. Одно известно точно, ресторан здесь будет. И в опустевшие залы вернется звон бокалов, музыка и смех. Он таким и будет после реставрации, когда в опустевшие залы ресторана вновь вернутся гости. Вернется к своему первоначальному облику. А интересно, что в исторической записке написано, что вот эта летняя терраса, там предполагалось угощать гостей кисломолочными продуктами. Ну, молочными. И булочкой, наверное. С корицей, да? Да. Что, ради меня? Как неожиданное, как приятное! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!